Вообще-то всегда неплохо понимать, что ты делаешь. Есть такое простое правило. Можно, конечно, просто тупо следовать инструкциям или тупо вызубрить, запомнить там какой-то кусок материала, совсем не понимая, что он значит. Но это, по-моему, одна из самых неинтересных выборов на свете. Поскольку мы с вами возимся со скелетным материалом, давайте попробуем для начала разобраться, а зачем вообще нужны скелеты? У кого какие идеи? Опоры. Опоры для всего тела и для всех внутренних органов принимаются. Защита. Защита. Типичный пример. Черепная коробка. Она что защищает? Головной мозг. А плюс к этому. Не только головной мозг. Черепная коробка защищает не только головной мозг. Обратите внимание, под защитой черепной коробки что еще находится? Яблоки. Глазные яблоки. А вот здесь глубиненцевой вырезки. Скажите, а вы обонянием влагательное? А где, по-вашему, находятся нервные клетки, обонянием влагательное системы? У нас. Да. Вот здесь они и находятся. И не дай бог, они бы были лишены вот этой вот костерной защиты. Вы бы сошли в самоколь. Хорошо. А теперь слух у вас есть? Да. А где органы слухом? Вот здесь, в упаковке черепа. Под очень надежной защитой. То есть череп обеспечивает защиту от негатива головного мозга. Но и у всех важнейших органов чувств. Ну и плюс к этому череп еще нужен был для человека. Это я что делаю? А, как? Вот если мы возьмем любого нормального зверя. Не таких странных существ, как мы с вами. А любого нормального зверя. Как, по-вашему, у них голова в основном для того, чтобы думать? Или в основном для того, чтобы есть? Есть. Ну, вот такой челюстной отдел. И не очень большой мозговый толчей. Это только у наших предков ситуация изменилась. Что, кстати, имеет свои печальные результаты, кроме всего прочего. Большой мозг, конечно, хорошо и круто. Но вот такие короткие челюсти у нас появились по необходимости. А из сокращения челюстей произошли очень неприятные истории с нашими зубами. Количество зубов ведь это врожденное число. Изменить его нельзя совершенно. Да? А длина через новые ряды, вот у наших предков. Длина через новые ряды была вот такая. Так? У современного человека она резко сократилась. Количество зубов осталось тем же самым. Размер зубов уменьшился только чуть-чуть. Какая проблема возникает? Место. Зубов не хватает места. Поэтому в вашем постоянном ряду зубном, вот сейчас до сих пор, у вас давно уже научных зубов нет. Но как по-вашему, у вас во рту все настоящие зубы? Нет. Нет, не все, минус четыре. А когда четыре зуба прорежутся? Тридцать. Ну, тридцать этого хватило. Где-то в районе от двадцати, в среднем двадцать два, двадцать четыре года у человека. А почему так? Все зубы у вас там в 10-12 лет прорезывались, а какие-то на 10 лет тормозят. Организм ждет. Может быть, еще чуть-чуть удастся подрасти. Ну, вот хоть капельку. Хоть чуть-чуть. Так? И только когда становится понятно, что все, рост закончился, и дальше мы расти не будем. Ну, тогда дается сигнал на прорезание последнего маляра. Но места для него все равно не хватает. Так? Поэтому, как он будет резаться? А резаться он будет, выписывая предшествующий маляр и с огромным трением о соседнюю ветку челюстной кости. В результате, какие ощущения у человека, когда у него режется последняя маляра? А он говорит, будет вам 25 лет, тогда поймете, что такое зубы мудрости и как весело жить, пока не режется. Надо сказать, что некоторые части человеческой популяции современной, они так и не прорезаются до конца жизни. Ну, это вообще несчастные люди. Так же там, в 22 года они попробовали, не получилось. Ну, не получилось. А годы через три организм решается. Давайте еще раз попробуем. Ну, не получилось. Ну, не получилось. А лет через пять еще раз. И так вообще-то может быть всю жизнь. Обычно такие люди просто проводят операцию. Извлекают. Надо сказать, что если даже они прорезаются, то очень часто уже кариесные. То есть эмаль разрушена, появились трещины еще до того, как зуб прорезутся. Вот такая плата. Это не единственная, это самая легкая плата за наше двуногое положение и за вот такую вот компонувочку тела. Мы ее считаем естественной. Ну, потому что все вокруг нас такие же. Хотя дефектов у двуногой конструкции огромное количество. Кроме очевиднейших плюсов, есть еще и дефекты. Вообще, Бог, не плохо, если бы с самого начала усвоили одну простую истину. За все хорошее в жизни надо платить. И чем лучше вы что-то получаете, тем дороже вам придется платить. Истина это непроходимая. Обмануть ее как-то и схитриться, обойти совершенно невозможно. Расплачиваться все равно будет надо. Это называется равновесный компромисс. Так, хорошо. Итак, защита череп, защита грудноклетка очевидная, очевидная защита кости таза. Итак, две функции, называется, поддержание формы и защита. Да, еще. Изменение объем грудноклетки изменяет объем тела. Всего тела сразу? Да. Объем руки, как она может быть? Конечно, очистительная. Значит, это называется, участвует в движении. Изменение объема – это вариант движения. Согласны? Да. Совершенно верно. Скелет в нашем варианте конструкции важнейший участник любого движения. Так? А еще? Крепление мышц. Крепление мышц. У нас как раз не должно двигаться. А еще? А что там внутри костей? Или там вообще ничего нет? Костный мозг. Костный мозг. Костный мозг. А что это такое? А вот у нас два совершенно разных костных мозга. Желтый костный мозг – это просто скопление жировой ткани. Это самый-самый крайний, последний энергорезерв организма. Вот когда истощение уже полное, организм все-таки будет выжидать. Может быть, еда появится. А для того, чтобы выжить до этого момента, надо, чтобы сердце все-таки работало. Надо, чтобы дыхательные движения все-таки шли. Надо, чтобы почки все-таки работали. А для этого где-то запас топлива надо брать. Вот такой последний резерв, как раз внутри костных полостей в нашем скелете. Называется желтый костный мозг. Это жировая ткань просто. И совсем другая штука – красный костный мозг. Красный костный мозг состоит из клеток, так называемой порождающей ткани. Единственное, что умеет делать эти клетки – быстро делиться. А вот их потомки, которые получились при делении, могут превращаться во все остальные клетки нашего тела. Так? Ну, в первую очередь, в клетки крови. Ведь клетки крови очень многоничны. Больше всего у нас крови краснокровиных телец, эритроцитов. Их, чтобы вы примерно себе представили, что такой кубический миллиметр, понимаете? Кубик. Высота грани у него какая? Один миллиметр. Как положено, сколько красных кровенек телец, эритроцитов, в каждом кубическом миллиметре вашей крови? В районе пяти миллионов. У барышень чуть поменьше, у мальчиков чуть побольше. Здесь половой диморфизм есть такой, достаточно отчетливый. Но вы понимаете, миллионы клеток в каждом кубическом миллиметре. Без эритроцитов совершенно невозможна важнейшая задача крови – перенос кислорода. Это, главное, грузовики, которые переносят кислород, перевозят его в крови. А ведь живет каждый эритроцит по максимуму 4 месяца, 120 дней. Вот через 4 месяца ни одного эритроцита в вашем организме просто не останется. Все, которые сейчас есть, будут разрушены. Вопрос – о чем вы тогда не умеете? Родятся много. А эритроциты не умеют размножаться. Хотя бы потому, что взрослый эритроцит, прежде чем приступать к своей работе, выбрасывает ядро. Это клетки, у которых нет ядер. Просто. А клетка без ядра размножится, даже при большом желании, может, совершенно неспособна. Так вот, новые клетки крови рождаются как раз в красном полосном мозге. Вот. Ну, на самом деле, у скелета еще масса всяких прочих задачек. Но мы сегодня с вами обратим внимание вот на какую. С ним потом будем много возиться с этой задачей. Это участие скелетов в движении, приблинии мышц и так далее. Для того, чтобы разобраться как следует. Допустим, я решил повисеть на потолке. Что для этого делаю? Беру стремянку и беру тюбик суперклея. Залезаю на стремянку вверх, мажу кончик пальчика суперклеем и прижимаю к потолку. И ногой сшибаю стремянку. Вопрос, удастся ли мне повисеть на потолке в этом режиме? Нет. А почему? Кожа плавится. Да у меня просто кожа оторвется. Я не настолько эфемерен и легок, чтобы вот такой лоскуток кожи выдержал мой вес. Ну и так, кожа оторвалась и отрыгнулась. Ну и человек упрямый. Опять поставил стремянку. Взял большой тюбик суперклея и намазал всю ладонь. Все пальцы, а не только самый кончик. И вот так вот приклеился к потолку. А вот теперь мне удастся повисеть? Да. Да, а почему ведь? Я не стал легче. Получается. Да, та же самая нагрузка распределилась на большую поверхность. И я удержался, не оторвался. Возвращаемся к скелету. Если мы берем очень сильную мышцу и прикрепили ее вот так, в одной точке костяной. И мышца взяла, а со всей дуи сократилась. Что произойдет? Оторвется. Она просто оторвется от костей и все. Не выдержит точек крепления. А это значит, чем сильнее мышца, тем больше площадь крепления должна у нее быть. Согласны? Согласны. Грабли, на которые приходится наступать, смотрим. Вот на скосочках. Так, вот мы подводим мышцу, прикрепили ее. Здесь еще мышцы, прикрепили, еще мышцы, прикрепили. А площадь поверхности кости ограничена или бесконечена? Обычная. Ага. Рано или поздно ничего произойдет? Слышка подопустим. А все, не снегово. Можно ли дополнительно усилить мышцы в этом случае? Площадь исчерпали. О, извините. Как в биологии решаются всегда вот эти задачки на увеличение площади. А очень-очень часто в биологии такие задачи приходится решить. И сделать все орехи, что ли с оттойной? Значит, сделать не ровную поверхность, а поверхность выступная. Вот я взял и понаделал здесь выступную. Здесь я посчитаю теперь, какая площадочка участвует в креплении. Большая. А вот теперь, зачем мы с этим всем занимались? Сейчас показываю материал, с которым вы работаете. Вот здесь, помните, для того, чтобы вы понимали, что, откуда. Кто у нас с черепом волков возится? Ага, ладно. А вот теперь, будете возиться с вами работами, обратите внимание. На всех черепах, во-первых, вот так вдоль мозговой коробки, проходит какой-то странный вырост. Просто у этого черепа он очень хорошо виден. Так? Это во-первых. А во-вторых, в районе задолк такой перекресток. Потому что, смотрите, вот еще пара выростов, и все они втроем сходятся в одной точке. Так? Такие выросты на поверхности кости называются гребня. Вот это вот, большой сагитальный гребень, продольный. А вот это, поперечный, затылочный гребень. Кто выгадал себя, чем нужно? Закрепление мышечности. Значит, увеличение площади крепления мускулатуры. Сейчас показываю. Его нижняя челюсть. Вот видите, я поставил на контакт. Нижнечелюстные суставы попали в свои суставные ямки. Контакт плотный. То есть, именно в таком положении находились челюсти в черепе, точнее, в голове волка. А теперь давайте смотрим. Вот она, восходящая лица челюсти. Я возьму, а что пальцы мне показывают. Вот она. А вот до сих пор вам была непонятная скуловая рука. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, а вот это вот пространство, вот здесь, вот здесь. Чем-то помнилось? Жевательная мускулатура. От вот этого отростка, так, она прикрепляется. Вот видите, какая глубокая лунка, для того, чтобы толстую мышцу сюда нужно было посадить. Но это один конец мышцы. А второе, чем укрепить бы она? К бревне. К сагитальному бревне. Вот сюда. Вот она. Вся вот эта часть головы, если здесь собаки прощупать, здесь вы никакого черепа не нащупываете. Здесь жевательная мышца. Так? Хорошо. А вот этот крепень зачем нужен? У него тоже здоровая площадка. Конечно. Смотрите, вот здесь у нас крепление к позвоночнику. Какое нормальное положение занимает голова собаки? Опустимый нос. Носный нос. А теперь собака хочет поднять голову. Что надо сделать? Сокращать. Какие мышцы сокращать будете? Нет. Между позвонками чем? Нет. Ничего. Ничего страшного. Она регулярно расслеживается. Это по центральному синтезу. Одноприца. Это не страшно. Ну а давайте смотрим. Вот у нас нормальное положение. Вот позвонок. Вот поперечный гребень. Смотрим. Я сокращаю мышцы. Четыре лучших. Поднимаются. Чем тяжелее голова. Как разобраться? Допустим, глянтовок нашел часть скопаемого черепа. Вот без челюстей. Челюстей нет. Так? Но он видит могучий затылочный щит. Огромная площадь. А это значит, такого размера и такого веса будет челюсть. Большое. Большое. Ну потому что трудно поднимать. Тяжелая голова. Ну и как положено, созвездно к вам с беременем. Поперечный гребень. У кого лучше раздат? У хищника. У хищника. У хищника очень хорошо. Действительно, да? Смотрите, какое поперечное гребень. Просто как лопата. Так? А чей череп? Ну. Ну, конечно, кабан. Клоки ведь. Ну, молодой кабанчик. А теперь. А как он еду добывает? Представляете? Ну, кабан. Он что, он как в мультике пришел, сел в столовую, ему на тарелки принесли. Он взял вилку и стал есть. Хорошо. Нос ух свиней. Так выглядит это? Котчок. Сросшийся с верхней губой, на самом деле. Значит, защищенная пластина. Ноздри умеют закрываться. Может, не забить ее землей. А дальше, ну, представьте, у вас здесь вот такая лопата. А дальше вы делаете вот такие движения. А если вам по дороге попался здесь камень или попался здесь корень, вы подцепляете его к лопу. Так? И выковыриваете. А если это корень, то разрезаете. И то и другое. Это какие движения? Это движения вот эти. Поднятие головы. А это значит, какая мощность шейных мышц должна быть. Огромная. По этому площадку какая. Продолжение следует.